Итоги работы за 2017 год подводит депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая. Ремонт подъездов и благоустройство, экономика и социальная сфера. Программа «Чистая вода» особо актуальная для отдаленных поселений Щелковского района. О ее результатах в Трубинском поселении депутат рассказала на встрече с педагогическим коллективом и родителями учеников Литвиновской школы. В прошлом году нам удалось попасть в программу губернатора «Чистая вода». И на территории водозаборного узла Литвинова, который снабжает водой около 3000 человек, в августе заработала станция обезжелезывания. В декабре была введена в эксплуатацию еще одна станция в Трубино, снабжающая около 1000 человек. Ирина Слуцкая с готовностью поддержала планы по модернизации. 500 тысяч рублей будут выделены из специализированного депутатского фонда регионального бюджета на замену окон. Я считаю, что это очень важно, потому что очень много поступает заявок. И мы выбираем те, которые действительно нужны, важны. Ну а школы и детские сады – это вообще святое. Затронули на встрече актуальную для современного образования проблему профориентации учеников школ. Педагоги предложили приобрести оборудование и возобновить занятия труда с профильной подготовкой, например, по сельскому хозяйству. Я вас услышала. И в следующий раз, когда мы регулярно заслушиваем отчет комитета по вопросам образования, мы просто посмотрим в реализации программы образования в нашем Щелковском районе, какая часть уделена тому, чтобы повысить материально-техническую базу сельских школ, для того, чтобы дети здесь, на селе, могли возможность иметь заниматься именно тем трудом, который потом возродит село. Между тем, Ирина Слуцкая также отметила актуальность роста числа специалистов в области сельского хозяйства. Сейчас в этом направлении движется вся область, и в том числе и Щелковский район. Так, недавно губернатор региона Андрей Воробьев заключил соглашение об открытии в Афряново молочной фермы с объемом инвестиций порядка миллиарда рублей. Очень хорошая новость, очень радостная новость, очень здорово, что в Афряново у нас будет ферма, и будут у нас козы, определенные породы, и я думаю, что это очень хорошая экономическая составляющая, и это плюс нашему поселению, нашему району, и дай бог, чтобы, скажем так, это производство в будущем только расширялось. После встречи депутат пожелала педагогическому коллективу успехов в их деятельности и отметила, что проконтролирует результаты ремонтных работ в школе. Александра Гранич, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».